Новое видео выходит каждый день в 20.00 В данной серии видеороликов, кажется мы стали забывать, я постараюсь напомнить тебе о зашкварах твоих любимых ютуберов, про которые ты мог забыть, либо вовсе не знать. Поэтому приятного тебе просмотра! GTA сам проект Evolve Roleplay существует уже более двух лет и у меня было аж несколько роликов на тему того, почему этот сервер, почему этот разработчик, этот основатель и так далее, хотя основатель там вроде как один, Максим Кутрявцев, вот, а разработчики это немного другие люди там, но это уже, я думаю, не так важно. У меня был целый самп-обзор, посвященный этому серверу, так как я видел, ну, полнейшую несправедливость, так как я видел то, что данный сервер абсолютно-таки точно плохой, то, что данный сервер, он не выполнил тех обещаний, которые у него были до этого. И вот давайте в данном плейлисте, в данном выпуске, в данном шоу, кажется, мы стали забывать, я вам напомню то, что обещал Evolve Roleplay сделать после своего открытия, и как он обманул некоторых GTA самп-ютуберов, я, допустим, знаю вот такого вот одного, и вот, ну, вот, всё вот это вот вам расскажу. Ну, у меня, я вам хочу сказать, у меня был один ролик на этом канале, по-моему, посвященный Evolve Roleplay, и также у меня был ролик на основном канале, это был самп-обзор, также посвященный Evolve Roleplay. Ну, да ладно, я думаю, что это не так уж и важно, но вот, ладно, ладно, давайте уже перейдём ко всему этому. В общем-то, в каком-то бородатом году, я уже не помню в ком, то ли в 2016, то ли в ещё каком-то, дорогому нашему коммерсу Максимке Кудрявцеву пришла в голову такая идея. Слушайте, раз самп-рп подзабил на вот свои вот эти вот рекламные все штуки там, то есть не занимается никак маркетингом, ничего не делает, админы там вообще ссут хуй, там вообще всё у них плохо, почему бы нам не спиздить мод самп-рп и не открыться? Ну, а почему бы и нет? И в самом деле, в самом деле такая идея оправдала все ожидания, и я вам даже больше скажу, они заставили поверить во все эти ожидания Андрюху Киевского, который перешёл на этот проект в надежде на то, что там будет адекватная атмосфера, всё будет нормально, вернут старую атмосферу самп-рп. Если вы думаете, что я придумываю про вот эту вот старую атмосферу откуда-то из воздуха, и таких обещаний они не давали, то у них даже в официальном сообществе ВКонтакте или в группе, или называйте как хотите, у них даже там вот в статусе написано вернём старую атмосферу. Непонятно, правда, какую атмосферу они возвращают, ведь у них там есть и Кахановский, и Тофик Дипсайз, да и вообще Эвольф Роли Плей уже давно у всех людей ассоциируется только с сервером для коптов, то есть больше на Эвольф Роли Плей делать, ну, нечего. Я не знаю, что можно на Эвольф Роли Плей делать не гетто-ютуберу, просто вот что? Кто-то мне может сказать, что можно делать на Эвольф Роли Плей госнику? Не гетто-ютуберу, а, сука, госнику. Что, сука, снимать? Что, сука, ладно, не снимать, со стороны игрока. Что делать на Эвольф Роли Плей обычному государственному, так сказать, игроку? Что, блядь, ему, сука, делать? Я вот этого абсолютно не понимаю. Ну, вот, допустим, снимает на, там, я не знаю, на Эвольф Роли Плей какой-нибудь Андрюха Кевский, который, ну, как бы в гетто, ну, вы сами понимаете, не особо. И вот, то есть, он пошел там в какой-нибудь ФБР, там, или еще куда-то, блядь, и там просто ничего не происходит, там просто скучно, блядь. Вы не вернули, суки, старую атмосферу, блядь. Вы денег решили заработать, уебаны. И я вот за это ненавижу Эвольф Роли Плей. Я в целом ненавижу людей или, там, еще кого-то, кто пиздит, блядь. А вот Максим Кудрявцев, он именно из таких, он именно напиздел. И вот за это, блядь, я его ненавижу. Именно всей вот этой вот ненавистью, всем вот этим вот негативом был пропитан мой обзор на Максимку Кудрявцева. И вот вышло как-то примерно вот так вот. То есть, вы понимаете, во времена дефицита какого-то там предложения на какие-то, там, я не знаю, обновления на СамПРП во времена дефицита, там, на рекламное предложение от СамПРП, вдруг появляется Эвольф Роли Плей, который вроде как хочет восстановить старую атмосферу СамПРП. И даже ютуберов многих очень интересных закупает, там, Барона Гейм Коронос, там, Андрюху Кевского, и еще каких-то прочих ютуберов. Я не особо вот это вот помню, по-моему, Абрулева еще закупили, Сашу Белова, там, или как его зовут, я что-то не помню, напишите в комментарии, если кто-то из вас вот об этом вот обо всем знает. И, то есть, блядь, ну серьезно, и, то есть, Андрюха Кевский, уходя с СамПРП, у него была надежда, что Эвольф Роли Плей, он, ну, или оно, блядь, проекту, он, блядь, он восстановит, сука, старую атмосферу, ну, или не восстановит старую атмосферу, чтобы там хотя бы играть было нормально. А Андрюха Кевский нихуя себе такой приходит, блядь, а там этот ебанутый Кахановский, блядь, разносит весь сервер. Нет, Кахановского я, безусловно, поддерживаю в его начинаниях, в его, так сказать, делах, потому что разносить помойку, это охуительно, это классно, я надеюсь, что он далее продолжит вот всю эту свою карьеру, хотя ему вроде как запретили юзать читы, я не знаю, давно, если честно, его на самом деле не смотрел, но вот конкретно я вам могу сказать, что Кахановский прям вот респект, мне очень нравится, и вот, ну, ну, в самом деле мне непонятно, и то есть, ну, я не знаю, блядь, ну, кто вот может играть на Эвольф Роли Плей, кому может нравиться Эвольф Роли Плей в самом деле. И вот люди, спустя вот эти вот два года, что существует Эвольф Роли Плей, они уже забыли там про всякие обещания, про то, что Эвольф Роли Плей обещал там какую-то атмосферу восстановить, всем уже похуй, все с этого Эвольф Роли Плей фармят деньги, все ютуберы там, все основатели, разумеется, проект изначально открывается для того, чтобы заработать денег на какой-то благотворительной, на меценантской основе, никто нихуя не будет делать, это нормально, у нас капитализм, мы живем в капитализме, но, сука, наебать, вот, охуительный стартап на самом деле, восстановление атмосферы, блядь, 2013-го, там, 2012-го года на СамПРП, по итогу, блядь, и атмосферу не восстановили, и онлайна больше забрали у СамПРП, охуеть, с украденным, с пиженным модом, и вы мне можете вот не говорить, что сейчас там на Эвольф Роли Плей вроде как все более-менее изменилось, вроде как даже мод немного не походит, но вот вы знаете, я захожу на Эвольф Роли Плей, и мне не покидает то самое чувство, блядь, когда вот я просто, вот я бегаю по вот этим вот улицам, я открываю слэш ММ, блядь, и вот там все, сука, вот такое, как на СамПРП, все точно такое же, так вот, ответьте на один единственный вопрос, зачем играть на какой-то пародии, на какой-то, блядь, на каком-то фейке, блядь, на каком-то фейке, если есть настоящий, нормальный СамПРП, который сейчас берется за вот все это, зачем вот так вот делать, я надеюсь, что никто из моей аудитории не играет на Эвольф Роли Плей, а если и когда ты играл, то уже понял, какая это помойка, и ушел с этого проекта, я надеюсь, что у меня таких людей нет, я просто для своей аудитории, опять же, напомню, что есть Эвольф Роли Плей, а Эвольф Роли Плей, это полнейший, сука, обман, это покупка того, чтобы всякие паблики не размещали какие-то там, знаете, баги там, или еще что-то, то есть, я вам на полном серьезе хочу сказать, это все есть в СамПРП, можете посмотреть, Максим Кудрявцев на полном серьезе покупал, блядь, паблики, которые публиковали что-то плохое про Эвольф Роли Плей, блядь, серьезно, там либо посты покупал, либо там паблики покупал, чтобы всякой хуйни не постили, Вы, возможно, не знаете, но был Evolve Roleplay Факции или что-то наподобие того, в котором постили всякие компроматы, всякую прочую хуйню про Evolve Roleplay. И если Максим Кудрявцев ранее просто вот так вот понемножечку, так знаете, постепенно покупал просто там по какому-то постику, чтобы какой-то, допустим, постик не выкладывался, либо чтобы какой-то постик просто удалялся, то потом он решил идти по-крупному, то есть, ну, в самом деле он решил, блять, пойти по-крупному и просто взять и купить этот самый паблик, в котором постилось всё про Evolve Roleplay. И знаете, в чём дело? Даже если вы сейчас опубликуете что-то, порочащее репутацию Максимки Кудрявцева, вот какую-то запись там или ещё что-то подобное в каком-то медийном пространстве, там, допустим, в каком-нибудь паблике ВКонтакте или ещё где-то, то эту запись вас попросят удалить за некоторое количество денег. Так, допустим, недавно было с какими-то фактами Самп или ещё с чем-то, где они публиковали запись о том, что Максим Кудрявцев там с Александром Хабенским набухались, там, обливали, там, ещё что-то было, блять, пришли потом женщины какие-то. В общем, по записи я абсолютно нихуя не понял, то есть, ну, обычная какая-то рядовая запись, Максим Кудрявцев набухался, вызвали там женщин каких-то, блять, и, в общем-то, всё это выложили в этот самый Сампфакт, или как-то там так это называется, или Сампфакт, или что-то такое, этот дочерний какой-то паблик у Капончины, или, в общем, я в этом особо сильно не разбирался, я Ярослав Брулёв хочу вам напомнить. И Максим Кудрявцев, опять-таки, вполне возможно, заплатил деньги за то, чтобы этот пост удалился, ну, как бы это вполне возможно. В общем-то, всё это происходит как-то вот именно так вот, и, кстати, по поводу реакции Максима Кудрявцева, или там, Александра Хабенского, ответил Александр Хабенский, ну, как я понял, он ответил за Максима Кудрявцева. Он сказал, мол, обзор нормальный, там, монтаж свежий, вроде всё, вроде как, неплохо, там, классно сделал, но вот половина фактов, или даже большее количество фактов, они какие-то, ну, непонятные, непонятно откуда взяты и так далее. Хотя, вы знаете, информацию для всех своих обзоров и для всех своих роликов я беру абсолютно точно из открытых источников. Из, блядь, открытых источников, которые доступны абсолютно всем, и абсолютно любой человек, обладающий какими-то, там, начинающими знаниями в монтаже, мог сделать подобный видеоролик. И почему-то вот именно ко мне какие-то вот эти вот претензии, что я откуда-то взял непроверенную информацию, там до сих пор под обзором на Максима Кудрявцева есть этот комментарий, можете посмотреть, там, почитать, послушать у Александра Хабенского и вот у всего-всего прочего. В общем-то, это было, кажется, мы стали забывать про Evolve Early Play, пишите, что мы еще могли забыть в комментариях, обязательно сделаю про это новый отдельный выпуск. Все, спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!